Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Но ведь каждый человек знает о том, что нельзя диктовать цифры, которые сзади карты. Мало того, что там и написано даже на сайте, что это делать, но в итоге бывает вот так. То есть вводят в заблуждение, и в итоге деньги с данных карт определенными способами снимаются, перечисляются либо на другие карты, либо на номера сотовых телефонов. В общем, выводятся из пользования данного гражданина. Вы говорили, что люди даже помогают зайти в мобильный банк. Да, иногда тоже, вводя в заблуждение, преступник подключает посредством даже человека, тот продиктовывает коды, приходящие ему в смс-сообщениях, где тоже указывают, что не надо его никому передавать. Все равно диктуют, мошенник подключает свой телефон, и посредством этого, посредством мобильного банка, переводят опять же сами деньги со счетов гражданина потерпевшего. И опять же на различные номера, там ни на один, ни на два, а потом они проходят. То есть легко снимают и переводятся карты на карты, куда-то вообще далеко. Да, 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 совершенно верно. То есть не в одну операцию, а в нескольких операциях. Скажите, мы вернемся к этому. Еще вопрос, бывают ли другие способы обмана, такого мошенничества? Может быть... Нет, бывает еще, когда человек сам по объявлению ищет какой-то себе товар, например, автомобиль, его привлекает цена, он созвонится по остальному телефону, где на другом конце, опять же, находящийся в машине, говорит, что данная цена обусловлена, там, дешевизна, а в продаже в том, что, слушай, нужны деньги, там, болезнь родственника, то-то, то-то, ну, различные, то есть, моменты. Ну, для того, чтобы приобрести, нужно внести предоплату. Начинается это с маленьких сумм, потом сумма увеличивается, то есть, время проходит, он перезванет, мне еще нужны деньги, потому что тут еще, еще, как бы. То есть, человек забирает деньги, потом уже, когда понимает, что либо деньги закончились, либо время прошло, он связывается с продавцом, который оказался мошенником, никакой машины не существует, номер тоже остается выключенным, все. А бывают ли какие-то психотипы, которые попадаются на уловки? Это дети, взрослые, бабушки, дедушки? Нет, а здесь все, в принципе, нет такого конкретного, например, бабушку. Все попадают, все возрастные категории, все разные, различные люди, то есть, здесь нет никакого отличия. Скажите, а вот какая-то статистика есть, кто совершает такие преступления? Это наши же рязанцы, вы их как-то находитесь, вообще трудно раскрывать такие преступления? Мошенники в данной сфере, конечно, раскрываются они, но это очень трудоемкая работа, трудная. Дело в том, что, как показывает статистика, то, что мошенники из одного региона, они обычно не работают в своем регионе, а пытаются по этим даже сайтам различным, то есть, выходить на другие регионы. То есть, например, если что-то кто-то продает, то выкладывают, например, в другой город, для того, чтобы работу данную в этом направлении-то усложнить. То есть, вы имеете в виду, что человек, не видя, допустим, продавца машины, переводит деньги там, знаете, в Абхазию? Ну, в Абхазии нет, но почему? Там в другую область, например, там, в Казань, в Тамбов, в Казань, куда угодно. То есть, созванивается, иногда даже присылает различные фотографии паспортов, которые потом, они, ну как они, в фотошопе сделаны, то есть, данный паспорт как таково не существует на данного гражданина. Вот, поэтому различные способы бывают, люди не видят, ну, как бы, думают, что нашел достойный там себе товар дешевый, что очень все быстро происходит, в итоге скупая платят дважды. Ну, и как же идет раскрытие этих преступлений? Вот с чем сталкиваетесь, может быть, с какими трудностями? Ну, как раскрывать, отслеживаем, перевод денег, все просто, переводы данных денег, вот на карточках очень, это не энергозатрат, но временной затрат очень много для того, чтобы, потому что у нас, как бы, например, по Сбербанку, служба безопасности, кто этим занимает, находится в Туле. То есть, как бы, вот, пока все это доходит бумаги, как бы, время раскрывается, но время требуется много. Ну, есть вообще такая вероятность, да, что раскроется, деньги найдут? Нет, конечно, вероятность всегда она есть, почему нет, все это делать, все работа в этом моменте ведется. Но это не двухдневная работа, не трехдневная, а достаточно продолжительная по временным рамкам. Скажите, а самые необычные вот случаи, может быть, деньги уходили очень далеко, там, в другие страны были такое? Ну, было, вот, пару случаев, раз пришло, что деньги в наличии были в Таиланде, а один раз, что в Соединенных Штатах Америки. Уж как вот получилось, так с карты на карту ушло, как проследилась такая связь. Пару раз, но было. Ну, как же надо вести себя гражданам тогда в очередной раз, надо им, наверное, сказать, потому что сколько может это продолжаться? Ну, да, еще можно просто напомнить, что при совершении, значит, данного, покупок, продаж, во-первых, нужно оценивать, что не может, например, какой-то товар стоить в несколько раз дешевле, это уже должно настораживать. Во-вторых, когда спрашивают, например, предоплату, это тоже должно насторажить, потому что по телефону гораздо нужно встретиться лучше с человеком, и уже все... Посмотреть хотя бы на машину. Да, что, да, естественно, про машину это одно, а если, например, другие товары, хотя бы посмотреть человеку, который продает, и не переводить никаких денег, то, естественно, это не устраивает, ну, значит, подыскать себе другого продавца и наверняка уже купить. Вот при продаже тоже не стоит говорить свои номера карт, потому что в каждом интернет-магазине написано, что можно, какие давать цифры из карты, то есть там первые на лицевой стороне, это уже достаточно для того, чтобы деньги были переведены. А все остальное, приходящие там для подключения банков, различные коды, там различные кодовые слова, это же прописано, что это не надо говорить, и это, ну, все равно как бы на это нужно внимание обращать. И это не афишировать, никому не передавать эту информацию. Это сейчас один из самых распространенных видов мошенничества? В данный момент, да. То есть именно через интернет, да? Да, через интернет, магазин, вот эти покупки. Но ведь, наверное, сами магазины не виноваты, есть там нормальные сделки, правильно? Естественно, сам сайт, он не виноват, но, опять же, сайт людей предупреждает, он же не может, на нем размещается объявление, а уже как дальше, там прописывают все, что они могут, они пишут обязательно при совершении сделки, там указывают с карты, указывают все, как что делать, и что не следует говорить, что следует, как бы, говорить. И не совершать предоплату, там, если не уверен, в платежеспособности гражданину. Ну, скажите, что же надо делать людям, если все-таки они попали уже в неприятную ситуацию, либо передали номера своей карты, оттуда сняли деньги, либо отправили неизвестно куда в другую область свои средства? Еще раз говорю, нужно быть внимательным при данных. Ну, если они уже сделали. Если уже сделали, обращаться в полицию. Вы поможете. Ну, как же, мы для этого и есть там. Ну, спасибо вам большое. Приходите к нам еще, обязательно рассказывайте о тех происшествиях, которые происходят у нас, чтобы граждане были больше предупреждены, вооружены. Спасибо. До свидания. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова